Приветствую всех в JobSchool. С вами я, Adostone. И сегодня мы начинаем увлекательное путешествие в мир английского языка. И на самом деле это у нас курс, который называется «Английский за 26 уроков», который я начал до приезда в Японию. И это был очень долгий путь. Я очень старался этот курс сделать и выложить. Сначала хотел продать его одному знаменитому сайту по изучению английского языка. Но, к сожалению, я не справился со временем и не получилось доставить им вовремя. Но, тем не менее, я всегда хотел вам презентовать этот курс. И недавно я смотрел его, и нахлынули такие чувства, что нужно его, конечно же, выложить, несмотря на то, что я хотел ещё сделать сайт для него и всё такое. И we will figure it out. Мы определимся насчёт этого. Но сегодня мы с вами поговорим о том, как приветствовать на английском языке. И я думаю, этот курс будет полезен для тех, кто смотрит канал JobSchool. И не совсем подходят видео, которые у нас на канале, потому что многие видео, они для довольно высокого уровня. Многие пишут комментарии на то, что очень высокий уровень, очень быстро и всё такое. Для некоторых это довольно-таки медленно, как я говорю, и всё такое. Но давайте этот курс будет бесплатным. Он будет доступен для всех, так как я думаю, образование должно быть бесплатным. И особенно в начале вам очень будет полезно знания, которые пригодятся вам в будущем. Я надеюсь так, что этот курс будет разделён на маленькие кусочки. Я буду выкладывать только одну тему. Каждую неделю, я думаю, два видео будут появляться. Да, давно уже не было видео. Давайте уже начнём. Хорошо, я бы хотел у вас спросить, какие приветствия на английском вы знаете или когда-нибудь используете? Hi. Hi, hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Отлично, неплохо. Тогда, тем не менее, давайте затронем ещё некоторые специфичные выражения, которые вам могут понадобиться. И первое выражение это hello there или hi there. А можно вопрос? Да, конечно. Почему именно there? Ведь there переводится как там, и переводится как, получается, дословно. Да, привет, там, какая-то объяснительница. Да, да, отлично, вот она уже ответила. Да, there это типа как разговорное выражение. Это как бы отправляет ваш там hi или hello через всю комнату. Ну, например, если кто от вас далеко находится, вы можете сказать там hello there и не обязательно называть его имя, да. И вот второе, вы можете просто не называть его имя, да, например, не говорить там, например, hi, дима, например, да. Можете просто сказать hello there или hi there. В этом помогает это выражение hello there. Отлично. И следующее выражение у нас это howdy. Howdy это чаще всего... Да, 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 это выражение от how do you do, но его сократили потом до how do, и в конце уже вместо do стало di. И чаще всего это используется у южан в Америке. Они приветствуются как howdy. Хорошо, давайте еще раз повторим то, что мы сейчас прямо с вами изучили. Давайте. Давайте, Мафтуна, как сказать привет, например, привет мам? Hello, мам. Отлично. Как сказать друзьям, например, просто привет? Hello, friends. Hello there. Hi, guys. Как сказать привет, ребята, тот, кто от вас далеко находится? Hi there. Отлично. И фраза, которая популярна среди южан, которая используется среди них. Howdy. Howdy. Howdy, да, это как how do you do, но потом сократилось до howdy до конца. Отлично. На самом деле приветствий на английском много, очень довольно-таки много. Чаще всего вы можете, конечно, вот эти фразы использовать, чтобы показать, насколько вы разнообразно знаете, словарный запас у вас какой. Но чаще всего можно даже просто, как вы сказали в начале, good morning, это очень такая универсальная фраза, которую вы можете использовать и с друзьями, и с коллегами, и в семье, неважно, да? Можете даже просто сказать, например, если у вас есть половинка, например, good morning, sweet heart. sweet heart, это фраза, которая дословно переводится как сладкая сельца, получается, да? Но на самом деле мы так называем, как, например, своих любимых, да, так называть. Вот. Можно также просто сказать вместо good morning, можно просто сказать morning, да? Здесь уже такой большой разницы нет. Просто morning? Да, просто morning, да. Можно ли сказать вместо good evening, evening сказать? На самом деле это уже не проходит, этот трюк с другими, например, только можно вместо good morning просто morning, а вот с другими good evening или good afternoon нужно постоянно произносить это полностью. А почему так? Ну, так принято как-то у них в английском так принято приветствоваться. Не сказать можно. И, конечно же, естественно, не стоит людей приветствовать фразой good night. Good night это пожелание спокойной ночи, да, например. Если вы хотите поприветствовать кого-то вечером, нужно сказать good evening. Good evening, отлично. Добрый вечер, да? И good afternoon это послеполудня. Да. Good afternoon. Чаще всего, конечно, мы используем good evening, потому что чаще всего мы видимся с людьми вечером, да. И также в любое время суток вы также можете спросить how are you, да, как у кого-то. Да, это чаще всего более такое формальное и, так сказать, несколько отстраненная фраза, но тем не менее вы можете его спросить. Ну, на него отвечают стандартным, да, просто fine, thanks. Или у вас, если все отлично, можно просто сказать great. Great, great. Вот, и, ну, дальше уже можно уже к делу переходить, потому что чаще всего, когда вы с кем-то общаетесь, можно, не очень со своим знакомым, возможно, да, уже дальше люди не будут, в принципе, интересоваться, как у вас дела, да, уже дальше можно сразу к делу переходить. How do you do, как бы мы использовали в школе, как вы скажете, как еще можно использовать это слово? How do you do, честно говоря, это довольно устарелое выражение, и вы его можете услышать там, где вот принято ходить в бальных платьях, это такие места... Формальные места. Да, да, очень формальные места, и, да, если, конечно, вы окажетесь в таком месте, если вас спросят how do you do, вы можете просто сказать I'm doing well, и все, дальше уже тоже опять к делу переходить. Это реально... лучше не стоит его использовать, это такое устарело немножко выражение. Окей, давайте еще раз потренируемся теперь с новыми фразами. Как сказать доброе утро на английском? Morning. Да, morning или good morning, да? Как сказать добрый день, Кира? Good afternoon. Good afternoon. Как сказать добрый вечер? Good evening. Good evening. Отлично. И как пожелать спокойной ночи кому-то? Good night. Good night. И как можно у кого-то спросить, как у кого-то дела? How are you? How are you? И ответить на это, например, я тебя спросил how are you? Good, always okay. Да, окей, да? Или просто там great, да, если у тебя все отлично. Я надеюсь, это видео было вам полезным и интересным. Если у вас какие-то есть вопросы, оставляйте это в комментариях. Если вы хотите что-то новое, обязательно подписывайтесь и жмите на этот колокольчик, как всегда. Я думаю, также будет выходить видео про фильмы разные и песни. Так что не переживайте, если вы досмотрели и подумали, это было очень легко. Будет разделяться уроки на лёгкие, так и сложные, для beginners и также advanced. Также, если вы уже понимаете английский язык на слух, смотрите мой второй канал, где я выкладываю еженедельные влоги о жизни в Японии, о моей работе, чем я занимаюсь в Японии, об учёбе и всё в этом роде. Так что увидимся на следующей неделе. See you next time. Bye-bye.